Основной темой встречи, исполняющего обязанности главы Ленинского района Алексея Спасского с представителями торгово-промышленной палаты, стало обсуждение создания муниципального центра «Мой бизнес». Это удобный формат и локация предоставления государственных услуг по принципу одного окна, где предприниматели и граждане, планирующие создание или развитие своего дела на любой стадии, смогут получить необходимую помощь для продвижения своей деятельности. Он создан для того, чтобы помогать предпринимателям. Сейчас есть единый номер, на который предприниматели могут обратиться, но этот офис должен открыться в каждом округе и в каждом муниципалитете Московской области, для того, чтобы помогать и содействовать предпринимателям. В настоящее время в Московской области функционирует 12 таких центров, где предпринимателям помогает зарегистрировать компанию, а также оформить заявку на получение льгот и субсидий. В нашем муниципалитете открыть подобный офис планируют на базе отделения торгово-промышленной палаты. Это торгово-промышленная палата и мой бизнес. Это системно мы можем помочь предпринимателям, потому что, в принципе, мы занимаемся этим вопросом. Мы занимаемся и привлечением инвестиций в район, и помогаем уже тем предпринимателям, которые находятся и на местах, и развиваем. Поэтому, естественно, наше предложение будет в силе, и если будет такая возможность, мы бы с удовольствием это возглавили. Подобный центр, там консультативный, оказывающий помощь, тоже открытся на базе торгово-промышленной палаты. Одно другого не исключает, и мы готовы помогать. Вот куда будет удобно туда ходить. В ходе совещания у предпринимателей, работающих на территории городского округа, была возможность поднять волнующие темы. В основном вопросы касались транспортной доступности. Если ехать на машине, это займет примерно столько же времени, а вот если ехать общественным транспортом, это займет порядка полутора часов. Ну, это в час пик вы имеете? Нет, потому что у нас нет общественного транспорта, который заходит в нашу северную промзону. На озвученные вопросы были получены ответы, а часть проблем была взята на контроль. По промзоне, я считаю, что актуальный вопрос был задан, и по северной, и по южной. Опять, что-то для меня было уже понятно, в силу того, что какое-то время нахожусь на территории, что-то требует дальнейшего изучения. В промзонах пока не было, но пообещал, что в ближайшее время, конечно, ну, как бы не с экскурсией даже, а с ознакомительной поездкой приедем и туда. Также обсуждались вопросы привлечения кадров для работы в муниципалитете, строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории городского округа. Проводить такие встречи с предпринимателями в формате открытого диалога планируется регулярно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Фитнэй ТВ.